Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема продолжения эндокринологии, а именно инсулин. Мы поговорим с вами о том, как он синтезируется, как он регулируется, какие функции выполняет этот гормон и, конечно, клинические интеграции, точки приложения некоторых фарм-репаратов, используемых в лечении сахарного диабета. Давайте начнем с того, что вспомним вообще, что такое инсулин. Инсулин это гормон, который по своей природе является анаболик, то есть он направлен на то, чтобы строить, запасать глюкозу, синтезировать энергию. И образуется он из молекулы, которая называется препроинсулин, находящаяся в RAF endoplasmic reticulum. Почему именно RAF endoplasmic reticulum? Пробуйте проследить конечную точку инсулина. Он должен в визикулах экскретироваться из клетки. Чтобы упаковаться в эти визикулы, нужно попасть в комплекс Гольджи, где они образуются. А для этого нужно пройти по RAF endoplasmic reticulum. Другого пути нет, поэтому там он и образуется. Вот эта молекула препроинсулина под действием пресигнала расщепляется до проинсулина. Проинсулина из себя представляет непосредственно сам инсулин и цепептид. Что такое цепептид, мы углубляться не будем. Возможно, он выполняет просто структурную функцию, но мы уточним, для чего его можно использовать. Допустим, человек поступает с гипогликемией. И вам нужно выяснить, откуда она взялась. То есть, либо непосредственно панкреатическая железа вырабатывает инсулин эндогенный. Или какие-то препараты, которые стимулируют работу панкреатической железы. Или человек вколол экзогенный инсулин извне и вызвал передозировку. Либо ему кто-то вколол. Поможет здесь нам цепептид. Если уровень цепептида также повышен, как уровень инсулина, значит этот инсулин эндогенный, который синтезировала, образовала сама железа. А если уровень цепептида низкий, значит инсулин экзогенный, пришедший извне. И вот в таком распорядке можно цепептид использовать. Вернемся к синтезу инсулина. Вот эта молекула, проинсулина, она выделяется экзоцитозом из бета-клеток панкреатической железы в островков Лангерганца. И инсулин выходит в кровоток. Теперь давайте вспомним о том, какие переносчики, транспортеры глюкозы вы помните. То есть инсулин у нас повышается вред на поставившую в организм глюкозу. Чем больше глюкозы в норме, тем больше инсулина будет вырабатывать панкреатическая железа. К слову, изначально в течение 5 минут уровень инсулина после, допустим, съеденной пиццы будет повышаться. Потом он падает. И в течение 15 минут он возрастает уже более стабильно и держится на протяжении 3 часов высоким. Так вот, какие переносчики глюкозы вы помните? Существует два таких больших подвида. Инсулин зависимый и инсулин независимый. К инсулин зависимым относится всего один. Это GLUT4. Он находится в жировой ткани, в скелетных мышцах. Работает он только в присутствии инсулина. К инсулин независимым относится такие переносчики. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT5. Он работает с фруктозой. И Sodium Glucose Co-Transporter. SGLT они называют. Друзья, сейчас я вам рекомендую взять блокнот, чтобы вы останавливали видео в те моменты, когда нужно сделать пометку. И информацию записывали, структурировали. Потому что информации много, она сложная, но очень крайне необходимая. Если вы сможете все структурировано записать и потом повторить, она у вас разложится по полочкам и останется в памяти. Вернемся к нашим переносчикам. GLUT1 и GLUT3, они находятся в головном мозге, в плаценте. Кстати, помним, что инсулин через плаценту не проходит. Проходит только глюкоза. GLUT1 еще находится в эритроцитах. А GLUT2, это как раз тот самый GLUT, который находится в панкреатической железе. Но также он еще содержится в печени, в желудочно-кишечном тракте и в почках. Как я уже сказала, GLUT5 используется для переноса фруктозы. А содиумы глюкозко-транспортер, SGLT, они находятся в почках. Это тоже точка приложения некоторых фармпрепаратов. О них мы поговорим немного позже. Итак, вернемся к синтезу инсулина. Мы уже сказали, что он образуется в бета-клетках островков лангерганца панкреатической железы. Сначала это проинсулин, потом молекула проинсулина, цепептиды, она экскредитируется. Но как же происходит именно непосредственная регуляция? Почему фактическая железа понимает, что ей пора выбросить инсулин, выработать инсулин? И в каком количестве? Молекула глюкозы, поступившая в кровь с пищей, с тем же кусочком пиццы, доходит до бета-клетки, в которой есть переносчик GLUT2. Через этот переносчик она поступает внутрь, где подвергается гликолизу с образованием энергии. Здесь важно не запутаться. Энергия закрывает калиевые каналы. И потенциал действия генерируется, потому что происходит деполяризация, потому что происходит накопление положительных ионов. Когда калиевые каналы закрылись, генерировался потенциал действия, кальциевые каналы открываются. Кальций поступает внутрь клетки. Это провоцирует выход вот этих визикул с инсулином из бета-клетки в кровоток. Но это если так очень вкратце и очень быстро проследите ход синтеза инсулина. Вот мы с вами описали сейчас схему синтеза инсулина в общем. А теперь будем еще раз ее повторять и по полочкам делать интеграцию к каждой точке приложения фармакологического препарата. Итак, вот глюкоза еще раз подходит к переносчику ГЛЮТТУ, чтобы поступить внутрь клетки. Теперь вспомним, есть ли разница между тем, сколько выработается инсулина в ответ на глюкозу, если вы дадите ее IV, то есть внутривенно, или в оралфу, то есть с едой. Конечно есть. Сейчас мы разберем почему. Существуют такие рецепторы, как GLP-1, GIP. Эти рецепторы реагируют на поступление глюкозы через пищу, и они стимулируют чувствительность бета-клетки к глюкозе. То есть, если вы дали, допустим, глюкозу просто с пищей, эти рецепторы активировались, они подготовили бета-клетку к глюкозе, бета-клетка более чувствительна, поэтому больше глюкозы и раньше поступят в клетку, больше инсулина и раньше он выйдет в кровоток. А если вы даете глюкозу через капельницу внутривенно, то эти рецепторы не активируются. Соответственно, ответ будет снижен. Но, помимо этого, эти рецепторы еще являются точкой приложения фармакологических препаратов. То есть, есть такие препараты, которые называются эксанатайт и лироглютайт. Они будут стимулировать GLP-1 рецептор, который стимулирует бета-клетку, и ответ на глюкозу будет увеличен. Их применяют в лечении сахарного диабета второго типа. Как побочный эффект этих препаратов будет снижение веса, потому что они увеличивают, вернее, они уменьшают освобождение желудка, то есть желудок дольше сохраняется наполненным, если можно так выразиться. И как следствие, побочный эффект этих препаратов будет еще и снижение веса. Это первая точка приложения. Вторая точка приложения. Там же, примерно в этом месте, существуют рецепторы, которые называются GPP-4. Они ингибируют работу GLP. То есть, внимание, еще раз, GLP стимулирует работу бета-клетки, а GPP-4 ингибирует работу GLP, как следствие ингибирует бета-клетку. Поэтому, если GPP-4 заблокировать или ингибировать, то ответ тоже будет больше или, по крайней мере, не будет уменьшаться. Это следующая точка приложения препаратов, которые, так и называются, GPP-4 inhibitors. Они все заканчиваются на GLP, например, линоглиптин. Побочным действием этих препаратов будет инфекция мочевыводящих путей и респираторная инфекция. Это просто нужно запомнить как факт. Идем дальше по нашей схеме экспрессии инсулина. Помните момент, когда произошел гликолиз, накопилась энергия, закрылись калиевые каналы. Вот закрытие калиевых каналов, это точка приложения третьей группы препаратов, которые называются Sulfonurase. Они закрывают калиевые каналы, больше потенциала генерируется, происходит деполяризация, больше кальциевых каналов открывается, кальций заходит внутри клетки и экзоцитируется инсулин. И еще вернемся немножко назад, когда мы обсуждали переносчики глюкозы. Помните, мы говорили про Sodium Glucose Co-Transportants, SGLT2. Вот есть препараты, которые ингибируют этот переносчик в почках, и просто глюкоза не реабсорбируется, она выводится с мочой. Такие препараты заканчиваются на глифлозин. Бочным эффектом этих препаратов будут часто инфекции мочевыводящих путей, возможен кандидиаз, потому что глюкозы больше, среда более питательная для бактерий, им там легче развиваться, размножаться. В принципе, такой побочный эффект предугадать можно. Теперь переходим к функции инсулина и как он работает в клетках. Помним, что есть инсулин-зависимый glucose co-transporter, который называется GLUT2. Он находится в жировой ткани и в скелетной мускулатуре. Так вот, подходит инсулин к рецептору на этой клетке, который называется рецептор tyrosin kinase, индуцирует захват глюкозы в инсулин-зависимые клетки и параллельно через другой каскад реакции он активирует транскрипцию, экспрессию генов, клеточный рост. Теперь давайте поговорим более подробно о том, какие именно анаболические эффекты оказывает инсулин. Во-первых, он увеличивает транспорт глюкозы в скелетную мышцу и в жировую ткань. Во-вторых, он увеличивает синтез гликогена и его запасание, потому что инсулин это анаболик. Третье, он увеличивает синтез триглицеридов. Инсулин влияет на натрий-калиевый насос, потому что натрий-калиевый содиум-патасиум-памп зависит от инсулина. И чем больше инсулина, тем больше активность натрий-калиевого насоса и тем больше калия закачивается внутрь клетки. Допустим, когда человеку дают смесь инсулина с добавлением глюкозы, еще туда же добавляют и калий. Смесь называется, по-моему, если я не ошибаюсь, в России гиперполяризационная или поляризованная. Почему калий? Потому что инсулин увеличивает работу натрий-калиевого насоса, больше калия загоняется внутрь клетки, снаружи калия остается меньше, уровень калия падает. Чтобы не было каких-то нарушений электролитных, нужно этот уровень восполнять. Поэтому калий добавляют в эту смесь. Следующая точка приложения инсулина, это увеличение синтеза протеина в мышцах. Поэтому если вы хотите быть на чистой белковой диете и вообще не есть углеводы и не получать глюкозу, это не совсем правильное решение. Потому что инсулин стимулирует синтез протеина. Поэтому какое-то количество углеводов, чтобы запустить работу каскада инсулина, все-таки употреблять нужно. Полностью исключать его из своего рациона неправильно. Также инсулин снижает высвобождение глюкогона, потому что они контрнаправленные гормоны. Глюкогон можем обсудить немного позже на другом видео, но так как их действия абсолютно диаметрально противоположные, они друг друга ингибируют. Инсулин снижает липолиз в жировых тканях. Как именно он это делает? В организме есть два фермента. Hormone sensitive lipase и lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase запасает fatty acid, и инсулин ее стимулирует. А Hormone sensitive lipase в норме должен забирать fatty acid и расщеплять их, и отправлять на создание кетонов в образовании энергии. Но инсулин ее ингибирует, поэтому она их не забирает и не остается в запасе в эрипаустишью. Мы подведем небольшой итог по переносчикам и сделаем еще одну интеграцию, потому что вначале я подумала, что это будет слишком сложно, а сейчас мы заодно и вспомним, и добавим еще такой факт для запоминания. Итак, инсулин – независимые переносчики глюкозы. Глют 1, глют 2, глют 3, глют 5 и содиум глюкоз котраспорту. Сейчас оставим наше внимание на глют 1, глют 2 и глют 3. Где они находятся? Глют 1 – мозг, эритроциты, плацента. Глют 3 – мозг, плацента. Глют 2 – печень, почки, бета-клетки, анокротической железы. Сейчас мы обсудим чувствительность этих переносчиков. Как вы думаете, какие из них более чувствительны к глюкозе, а какие меньше? В принципе, эта концепция логична. Ее стоит один раз понять и вы ее запомните. Суть в том, что глют 1 и глют 3 более чувствительны к глюкозе, чем глют 2. Почему? Потому что, когда вы съели пиццу, образовалась глюкоза, она сначала проходит ЖКТ, почки, печень. И чтобы она вся не захватилась клетками этими, их чувствительность меньше. Но при этом у глют 1 и глют 3 она намного больше. Они реагируют даже на небольшую концентрацию глюкозы. Потому что мозгу необходима глюкоза для энергии. Эритроциты вообще в принципе не умеют использовать кетоновые цила, потому что у них нет метахондрия, они только на глюкозе живут. И для этого им нужно глюкозы больше. Даже на низком уровне глюкозы они все равно способны поддерживать свою жизнедеятельность клетки и как-то выживать. А глют 2, который находится в панкреатической железе, в желудочно-кишечном тракте, в почках, его чувствительность ниже. Во-первых, он не захватывает таким образом всю поступившую глюкозу, так как он находится раньше в иерархии. А во-вторых, он начинает уже с синдез инсулина, когда глюкозы достаточно. Если говорить научным языком, то это называется более высокая константа Михаэлес. У глют 2 по сравнению с глют 1 и глют 3. У меня еще появилась такая идея в конце видео делать как краткий ревью о том, что мы разобрали. Итак, быстро и коротко. Первое. Инсулин синтезируется в бета-клетках панкреатической железы. Из препроинсулина, проинсулин. Параллельно секретируется цепептид. Он нужен для определения эндогенной инсулины или экзогенной. Переносчик. Есть инсулин зависимый, инсулин независимый. Инсулин зависимый. Это глют 4, который работает через рецептор терозинкиназа в мускулатуре и в жировой ткани. Инсулин независимый. Глют 1, глют 2, глют 3, глют 5. Содиум глюкоз контраспортер. Содиум глюкоз контраспортер. Это точка приложения препаратов, которые так и называются, инхибиторс. Они снижают абсорбцию глюкозы. Что происходит через глют 2? Происходит глюколис, закрываются калевые каналы. Это точка приложения. Потом генерируется потенциал действия. Открываются кальциевые каналы. Инсулин выходит в кровоток. Здесь же точка приложения препаратов, таких как GLP-1 аналог, которые будут стимулировать чувствительность клетки. И GPP-4 инхибиторс, которые будут предотвращать инхибирование бета-клетки в анкотической железе. Он будет синтезировать протеин, запасать fatty acid, увеличивать синтез гликогена и его запас, влияет на натрий калевый насос, поэтому следим за уровнем калия, увеличивает транспорт глюкозы в скелетной мышце в жировую ткань, снижает липолиз в жировой ткани, снижает синтез глюкогона, потому что это его противоположный гормон, и увеличивает синтез 3-глицеридов. Еще помним такой момент, что инсулин через плаценту не проходит, поэтому если у мамы диабет, у беременной женщины диабет, и уровень глюкозы высокий, который проходит через плаценту, помните переносчики GPP-1 и GPP-3, то ребенок, панкреатическая железа, плода ребенка компенсаторно будет секретировать больше инсулина в ответ на высокий уровень глюкозы. И когда ребенок родится, железа все еще будет секретировать большое количество инсулина, и поэтому он может уйти в состояние гипогликемии, потому что, ну понятно, проход глюкозы через плаценту уже отсутствует, а инсулина в организме все еще много. Состояние гипогликемии возможно как последствия, поэтому это нужно помнить, иметь в виду и знать, что при этом нужно делать. Друзья, сегодня мы обсудили с вами инсулин, синтез, регуляцию, функции и некоторые точки приложения препарата. Изначально я хотела в это видео включить еще и другие препараты для лечения сахарного диабета, но сейчас я вижу, что видео получилось так, достаточно информативное, сложное, длинное, поэтому я предлагаю так. Если я получу от вас положительную обратную связь, если вам будет все понятно, не нужно будет каких-то дополнительных уточнений, то я запишу видео по диабету, отличия диабета первого типа от второго, и туда уже в лечение я включу оставшиеся препараты, такие как инсулин короткого длительного действия, метформин, конечно, ну может быть вспомним еще те, которые мы обсуждали сегодня, более углубленно в плане побочных действий. Поэтому я жду от вас обратной связи, рада, что вам нравятся тематические недели. Познавать медицину всегда интересно, никогда не поздно, и помните, что we are learning by our mistakes. Чем больше мы ошибаемся, тем больше мы выучим, тем больше мы запомним. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok